и снова здравствуйте всем привет и так продолжаем рассматривать как делать бас лайтера я тут уже под накидал детали вставил цилиндры уже в принципе модель готова значит под покраску как выглядит купол давайте посмотрим купол делаем bpr ну вот такой цвет потому что тут еще ничего не крашено но вот уже прозрачность есть рендер будет нормальный потом можно значит купол сделать прозрачным блендер но тут вопрос чем значит как он будет закрываться тут непонятно если бы по нормальному то купол должен состоять хотя бы как из трех частей да и как лесенкой закрываться открываться такой как треугольниками и выходить один треугольник второй треугольник полностью купол его убрать в принципе при анимации не ну как получится но он уйдет в тело мы опять же центр находится вот в точке вот этой гайки как это все дело будет он должен от гайки значит крутится и тут уже нужно посмотреть мульфин еще раз тут в этом плане дело непонятное так еще по деталям в принципе все детали делались используя значит маскирование и вот эту вот кисточку которую я выложу потом для скачивания в группе именно по моделям ВК называется Торренд БРАШ я назвал рисует полосы как это все дело происходит когда мы ее включаем ну давайте выберем какую деталь допустим через левая кнопка мыши выбираем эту грудину уменьшаем графсайз мы просто нам нужно допустим провести полосу можем сделать интенсивность побольше или поменьше и вот она рисует как курва ровные полосы ну в принципе прикольно придает значит вид механизма потом ремень вот этот ремень делался тоже с помощью курвы это здесь уже есть базовый давайте его попробуем найти как тут есть значит крепкие гайки запчасти уже есть готовые которые вы можете вставлять так как они выглядят давайте посмотрим так это рисует значит она как курвой так а где же этот ремень куда я его потерял тут есть запчасти значит автомата вы можете использовать из оружия вот эти все значит капсулы какие-то затворы вот уже решетки какие-то готовые в принципе вот это все в костюмах вы можете использовать в костюмах вы можете использовать так ремни сейчас все это дело найдется забыл я где это все находится так нет не здесь вот тоже есть бляхи гайки уже это базовая можно все делать есть вот такая муны кисть тоже какие-то тут причиндалы под вентилятор не какие-то значит переключатели можно использовать какие-то кнопки вот есть решетки тоже все это делаем можно бросать вход так вот здесь значит замки вот еще одна кисточка здесь уже и звездочки есть и какие-то решетки диски что ли вот тоже ими можете воспользоваться так вот по ремням как для танка треки какие-то тоже можно использовать так куда-то так здесь у нас значит детали с космических самолетов тоже базовая можете тоже детали вставлять использовать в костюм какого-то ремни что-то его потерял тоже здесь кисточка есть которая делает а вот он вот кисточка вы ее можете проводить так увеличен град сайт нажмем на кулу вот такими флажками все это дело рисует вам просто нужно будет провести по мышу и потом все это дело отделить будет все нормально так это дело есть control z control z все возвращаем назад это нам не надо так решетка вот это делалось именно маскированием значит через control маскировалась полоса перетучимся на модель через control маскируется такая полоска и потом кисточка уменьшается или можно квадрат вытянуть и наложить сюда где-то посередине квадрат потом это делается control и инвертация и мы можем этого с помощью гизма транспоза уменьшать то без сдавливать во внутрь мэша или выдавливать так подсумки вот эти вот штуки это значит обрезанный куб потом как делалось бляха вот это бляха делалось с помощью куба рисовалась и потом выдавливалась значит вперед центральная часть отделяла все и значит опять же эти полосы прорисовывались как-то придавался внешний вид ну в принципе все осталось то же самое за исключением добавлены были прорези где-то что-то чуть-чуть было поднадуто где-то были добавлены вот эти вот цилиндры типа гайки наплечники по прошлым роликом это маска тут ничего не изменялось за исключением формы так задняя часть рюкзак рюкзак делался из куба значит тоже маскировался вдавливался допустим так выбираем рюкзак выбираем какую-то допустим зону маскируем делаем control и инвертация и значит все это дело выдавливаем таким под уклоном если нужно сверху задеваем ну словом получается вот пока вот переход потом делается дайномеш это в геометрии дайномеш под нужную резолюцию снимается маска у нас остается вот такой вот шпиндель который можно до оформить долепить и так далее так маскирование тоже под крылья были сдавлены вот эти детали где должны будет быть крылья в принципе добавлены были перчатки вратаря футбола это все по прошлым роликом ну и цилиндры и кубы в основном тут все цилиндры и кубы и маскирование процесс в принципе долговатый я не стал показывать если кому-то будет интересно то можно рассмотреть отдельную какую-то деталь как она делалась так ну а теперь давайте попробуем все это дело покрасить я еще не представляю как это можно объединить чтобы это какие-то детали наверно вот локти будут отдельные мыши значит все остальное будет цельное колени тоже будут отдельные но остальное можно объединить в один мышц вот так как нам понадобится текстура какая-нибудь именно для покраски более-менее подходящие по тонам по цвету так а ну-ка ну давайте возьмем игрушку баслайтер весь он значит в принципе белый так надо еще какую-то текстуру посмотреть тут вот скачал смотрел как делали делались именно вот эти модели и значит баслайтер разных формах разных таких вариациях ну давайте цвета отсюда возьмем значит что эту картинку уберем будем работать наверно с этой картинкой выбираем как так это у нас зеленая будет вот это тукан возможно получится так цвета подобрать так наверно не слишком яркий матовый переключаемся на кисточку стандарт так делаем rgb зад отключаем и попробуем все это дело покрасить вроде бы нормально с этим цветом будем работать выбираем белый цвет в принципе он назначился уже ко всему костюму не знаю нужно его перекрасывать не надо отдал давайте он это покрасил так теперь зеленый у него получается низом все плетендалы и в принципе он белый только за исключением значит решетки решетка у нас будет черная вот эта мягкая часть которая должна будет гнутся здесь уже придется на перекрасывать так ремень у нас зеленый значит ремень красим зеленым выбираем нижнюю вот эти вот части ноги выбираем белый цвет теперь через c английская выбираем зеленый цвет и попробуем значит аккуратнее вот это все дело и симметрия покрасить вот эта часть кисточку значит поменьше тут будет неудобство немножко с покраской наверно можно постараться на и поровнее так надведем верхний кант в принципе когда вот уже есть вот этот прорезь когда красить не не должна на туда сильно залазить воде ограничение какой-то получается это значит теперь кисточку чуть побольше и нужно отключить все саптулы наверно вот 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 Так, что-то в таком духе. Покрасим опять же в белый цвет, тут еще можно рифленую сделать, значит подошву. Так, это тоже перекрасываем, чтобы уже точно все было покрасено. Так, а вот эта штука опять же должна быть черная. Так. Делаем колени тоже белые, это иксимметрия. Так, эти части тоже потом как-нибудь дооформим. Так. 6Z. Красный, зеленый, синий. Значит теперь красим тумбы. Вот эти. Это будет у нас красный. Красный, теперь темно-зеленый. Чуть-чуть потемнее выберем второй, через альт, левая кнопка мыши. Ну а теперь немножко синего. Т. Зеленый. С. Б. С. 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 Продолжение следует... Так, тут у нас, по-моему, тоже... Так, ещё один есть, у меня REF. Это где они вместе стоят. Так, текстура импорт. Да, это полностью зелёная. Только канты, значит, это белая, зелёная, а синие. А, оранжевая, или какая она тут. И чёрный... Один чёрный, один серый, значит, вот этот... Как он? Наплечник. Так, С. Пусть оттенок чуть потемнее будет. Подводим, значит, к ремню. Выбираем через альт-ремень. И выберем вот этот цвет. Слишком тёмный. Давайте его сделаем чуть-чуть посветлее. Потому что картинка совсем темноватый даёт цвет. И нужно здесь немножко его сделать... Подгонять по контрастности. Так, теперь... Выбираем лямки. Лямки тоже у нас получаются зелёные. Зелёные. Зелёный цвет теперь нужно выбрать для кольца. Вот для этого. Наверное, чуть-чуть ещё посветлее его выбрать. Чёрный цвет это у нас получаются гайки. Вот эти. И вот эта стукенция. Также наплечник первый будет чёрный. Вот этот. А второй сделаем немножко посветлее. Так, ну это сильно светлый. Ну да, где-то так. Чтобы отличался. Ну и верхний тоже пускай будет чуть-чуть посветлее. Так. Внутренние. Давайте внутренние сделаем чёрные. Чтобы при анимации сделать они там... не выкаблучивались, да? Не выкаблучивались, да? А то она сольётся и её будет совсем не видно. Так. Теперь у нас локтевые вот эти части. Можно комбинировать белый цвет чуть-чуть таким, ну, темноватым что ли. Так. Их симметрия. Чтобы хоть какой-то перепад был. Так. Теперь на локте. На локте выберем другой оттенок белого. Чуть потемнее. Так. Немножко белого на этот, на реактивный, значит тут экраник. Нужно ещё две некие тут зелёные цвета добавить. Так. Теперь. Порисуем на локтях. Так. Давайте я уберу М-панель. Вот этот забрал, чтобы было видно, значит персонажа. Ещё с головой нужно будет поработать, сделать ему открытый рот. Так. Вот так будет, наверное, удобнее рисовать, чтобы другие детали не мешали. Вот эта модель будет обновлена в группе УВК, если кому-то понадобится. Если кто-то захочет её перекрасить именно с Substance Pain, допустим, будет прикольно. Никак я эту программу не сделаю для работы базовой. И тут, кстати, вот, если вы долго, ну как, занимаетесь 3D, напишите, кто заметил, что 3D стало отходить именно, меньше людей стало ей интересоваться. Или просто в YouTube кажется, что просмотры и интерес к этому делу упал. Просто у меня многие говорят, что побросали уже это дело. То, что оно не приносит той прибыли, которая бы нужна была и ради чего стоило бы этим делом заниматься. Так. Так. И где шестом. Может, вот эти тоже, чтобы как бы выделялись вот эти квадраты тоже по замазать. Никто ж не говорит, что нужно именно делать, как баслейтер на самом деле выглядит. Правильно? Так. Так. Здесь у нас... Здесь у нас спадимую. Нужно будет тут ещё подкорректировать, значит. Ну, в принципе, это будет цельная модель. И вот эти части, они сольются, свяжутся, сошьются, да? Ага. И нужно будет до конца. В общем, я немного вопросов. И сейчас наслаждается будет. Ага. И сейчас мы взяли. Хорошо бы, конечно, все это дело было поделить на полигруппы и отделить полигруппами, но в принципе должен быть классный персонаж. Эта часть будет чуть-чуть отделяться именно по цвету, потому что она должна перекрыться, вот эта часть, она как бы перекрывается и на нее больше должно падать тени. Еще нужно понаходить его все ровно, вот эту все стукенку. Так, FFG, кто там у нас? Угу. Выдираем цвет ремня и здесь покрасим ботинки. Так, иксиметрия. Теперь нам понадобится СССР и СССР. Сделать конус. Так, иксиметрия. Так, иксиметрия. Так, иксиметрия. Так, иксиметрия. Так, иксиметрия. перчатки белые накладки розовые зеленые ну давайте перчаткам сделаем вообще такой грязный цвет в принципе должен был за что-то браться как-то и вот и и и и и и и и и так покрасим теперь купол в белый цвет гайки отверталим и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Включим симметрию, чтобы с другой стороны тоже все это дело идентично покрасилось. Так, брови есть, рот есть. Отключим, кипим. И немножко... Продолжение следует... Вот так вот. Отключим наш вот эту сферу. Продолжение следует... Так, что тут не хватает? Не хватает, значит, век. Выбираем, наверное, темный цвет. Глаза белые. Так, зрачки еще можно нарисовать. Глаза будут уже другие. Это глаза я буду вставлять в блендер. Чтобы они более-менее подходили. Вроде он же не мультяшный, а живой. Поэтому должно быть все... Более-менее похоже. Так. А, значит, гайки у него тоже. Вот эти гайки у него другого цвета внутри. Так. 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 Ну вот, что-то в таком духе, значит, с покраской получилось. Тут немножко нужно теперь будет поубирать кое-какие ненужные детали. Так. 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 Нужно выдержать именно вот этот полигонаж, чтобы до понижения, значит, полигонажа все не развалилось в хлам. Более-менее чтобы все нормально осталось. Так. 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 Ну, с этой штукой я не знаю, как ее красить. Нужно будет рефы понаходить. Ну, ничего. Вроде простенькие. Я думал, сложнее будет по деталям. Конечно, они не точные, как в мультфильме. Ну, хотя бы приближенные. Чтобы точные были, это нужно уже по референтам как-то моделировать. Так. Слишком точно вылепить и вычесть, в принципе, можно, но это уже будет другая история. Так. Давайте посмотрим, как он теперь будет выглядеть. Значит, под куполом. Ну, ничего так. Так. А если поменять этому делу всему материалу. Ну, это слишком он будет блестящий. И фейсов не видно. О, ну, так более-менее все. Это на заставку на ролик. Так. Попробуем еще какой-нибудь материал. Ну, так будет, наверное, получше. Так. По вопросу, как вот это вот все DPR-ка это делается, смотрим. Значит, так. У нас присутствует вот такой вот кумпал. Вот так. Вот тут сетка переделается. Ну, это для рендера в основном. И все это дело происходит. Мы выбираем, делаем вычитание. Смотрим. У нас тут получается несколько полигрупп после вычитания. Вот. Внутренние, да. На внутренний можем Ctrl Shift выбрать внутреннюю полигруппу. Выбрать какой-нибудь, ну, допустим, вот такой вот материал. Зайти в дисплей, так, в дисплей Properties. Найти, вот, функция включена. Вот ее нажимаем. Ну, а здесь уже корректировка. Где-то прозрачность наибольшая, где-то меньше. Так. Теперь, что у нас получается? На этот тоже все включено. Ну, если один удалить. Ну, вот, допустим, вот эту полигруппу мы удаляем. Модифитополозы Dual Hidden. Смотрим. Теперь ставим другой материал. Видимо, всех саптулов. Перешив и нажимаем на глаз левой кнопкой мыши. Теперь выбираем более такой подходящий, значит, материал блестящий. Ну, вот так вот. Отключаем поле F. Ну, и пробуем. Сейчас должен ярче быть. Ну, так. Вот. Персонаж уже больше, так, по-моему, виден. Display Properties. Так. Смотрим, что тут можно изменить. Теперь. Ну, теперь что-то сильных таких изменений нет. Возможно, это все зависит от выбранного материала. Это вот муть. О! Флип. Дубрировать можно. Значит, если... О! вот эту штуку понижаем. Смотрим. О, уже получше будет купол. Значит, вот эта вот функция Graph Size Polypaint. Чуть-чуть прибавляем. Чуть мутная. Здесь будет поменьше, значит. Ну да, вроде купол есть, но его мало видно. Так, это у нас Smooth. Пробуем понизить Smooth. Нормальная. BPR. Кромно-ка, это функцию уменьшим. BPR Visibility. Вот, уже с куполом нормальным. Вот, так, да? Ну, так, если дублировать, ну, при дубликате получше будет. Нужно применений никаких. Shadow, BPR, Visibility. Побольше. Ну, такая штука, да? Ну, а так, вроде, вот такое стекло. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, теперь, значит, делаем развертки, склеивание и потом уже, значит, так, еще нужно отделить, сделать рот персонажа, чтобы он мог говорить. И, в принципе, можно его под кости подрезки кидать и будет все зашибись. Надеюсь, все это дело не разлетится при склеивании. Какие-то детали, возможно, ну, вот эти вот колбы, там, еще что-то, может, придется отдельно их, именно. Вот, ремень тоже будет ли он таким? Вот он, тысячу полигонов ремень весит. Лучше его будет сохранить отдельно и потом привязать уже отдельно, значит, в блендер. Ну, вот как-то так-то. С вычитаниями и, значит, кисточкой с резкой выдавливаниями получился вот такой вот баслайтер. Все, всем пока, до свидания.